Сегодня, 22 сентября, Всемирный день без автомобиля. Всемирный. Отмечают его, чтобы напомнить нам с вами, дорогие мои, о том, как много экологичных способов передвижения. Пешком, например. А еще есть велосипеды, самокаты, моноколеса. И, кстати, общественный транспорт в этот день тоже может выручить. Это не только для экологии полезно, но и для нашего с вами здоровья. Наш сегодняшний гостья воспользовалась общественным транспортом. Все верно? И пришла к нам в студию. Да, верно, Леся. Я приехала на автобусе. Замечательно. Мария Матвейшина, дизайнер интерьеров, наш давний друг и просто очень хороший человек. Доброе утро, Маша. Доброе утро, Леся. Ты всегда улыбаешься, вот сколько мы с тобой общаемся, встречаемся. Утром это сделать не все могут. У тебя есть какой-то секрет? Расскажи, как утро твое начинается? Мое утро начинается с того, что я открываю глаза и вижу голодного кота. Его нужно покормить, его нужно погладить, но затем я уже займусь собой, своим кофе и так далее. Утро не с кофе все-таки? Не с кофе, нет. Маш, ну ты видишь, у нас обновилась студия. Как тебе? Мне нравится. Мне нравится цвет дивана, нейтральные стены. И мне нравится, как вы здесь поработали с цветом. Вы использовали яркие подушки, которые задают радостное настроение для утра. Утреннее такое радостное настроение. Давай сегодня о цвете тогда с тобой и поговорим. О цвете в интерьере. Только не о каких-то глобальных вещах, да? А вот о деталях, которые могут разнообразить пространство. И самое главное, избавить нас от долгого и дорогого ремонта. Ну вот как раз-таки подушки, они могут стать тем, той палочкой-выручалочкой, которая поможет обновить интерьер без затрат. Но вообще цвет и понятие изучения цвета – это целая наука, колористика, которая задает определенные сочетания, которые могут быть, которые не могут быть. Есть законы определенные, которые нужно соблюдать или пытаться? Да. Есть то, что лучше не сочетать? Все очень относительно. Я могу сказать, что мне не нравится одно сочетание, которое я просто терпеть не могу. Это красный и розовый. Но при определенном подходе, в определенной тональности и насыщенности этих цветов они вполне могут ужиться. Но тут вопрос именно в оттенках и в нюансах, так скажем. К примеру, с помощью подушек, с помощью цвета можно изменить стилистику комнаты? Легко. Я хочу это продемонстрировать, потому что я с собой притащила несколько подушек разных цветов. Чтобы показать вам, как такой базовый диван, нейтральной обивки, мы можем превратить в разные по настроению такую деталь интерьера. Ты мне поможешь в этом? Конечно, помогу. Что делать? Так, попираем для начала вот эти ваши яркие, сочные подушки. И сейчас делаем... Возьми вот эту желтую, да? Ставь так же, как и я, симметрично. И мы добавим вот эту фиолетовую акцентную подушку, как такую вот изюминку. То есть желтый и акцентно-фиолетовый. Это комплементарное сочетание цветов. Это что значит? То есть они находятся на разных сторонах цветового круга. То есть они противоположные, но при этом они замечательно сочетаются. И создают такое настроение бодрящее. Кому подойдет такой диван? Ну, я думаю, что в принципе и любой семье он может подойти, потому что он в целом спокойный, но вот эта вот фиолетовая подушка дает такую немножко интригу. То есть универсальный вариант. Да, вполне. Что еще? Давай теперь сделаем вот эти серые подушки. Держи серую. Держи синюю. Так же, как я, тоже ставь. То есть тоже симметрично. Серая-синяя и акцентная синяя подушечка. То есть это у нас получается такой диванчик, ну, я бы сказала, для мужчины. Ну да. Или для молодого человека. Оно что-то такое вот спокойное, очень размеренное. Для серьезного мужчины. И синий цвет, ну, это всегда считается достаточно мужским цветом. То есть это получился такой серьезный диван. Убираем. Убираем. И возьмем дополнительно вот эти подушки большие от вашего дивана. То есть они создадут хороший фон. Ну, просто их ставим. Возьми фиолетовую. Так. Вот, нет, здесь будет не симметрично. Здесь будет вот такая интересная штучка. Это у нас розовый, фиолетовый и такой вот пушистик, который делает, ну, диван, что ли, там, для инстаграмной девчонки. То есть для молодой, активной. Да. Здесь у нас аналоговое сочетание, но так тоже называется на круге. То есть цвета идут по порядку. Розовый, фиолетовый. И они тоже между собой хорошо сочетаются. Мне очень нравится. Ну, так давай присядем. Давай. То есть вот с помощью цвета сейчас ты показала, как быстро, легко можно поменять, вот реально поменять стиль комнаты. Да. И совершенно это не затратно и будет радовать вас. Скажи, а в интерьере есть ли какая-то мода на цвет? И кто, собственно, устанавливает все это? Конечно, есть моды, есть тенденция. Например, в этом году модный цвет Classic Blue. Это классический синий. Его задает институт цвета понтон всемирный. И на следующий год пока неизвестно, что будет. Но сейчас вот классический синий. Ну, я смотрю, синего у нас нет, к сожалению. Ну, обязательно исправимся. И в следующем году ты нам подскажешь, какой цвет должен присутствовать в студии. Конечно, конечно, я подскажу. Но ты же понимаешь, Лесь, то, что это не самое главное. А самое главное – это то, с каким настроением мы приходим в дом. То, что мы транслируем в этот мир. И то, как мы относимся к своим близким и родным. Поделись своей доброй энергетикой с нашими зрителями. Пусть ваше утро будет ярким и радостным. Ведь от этого зачастую зависит наше настроение на целый день. Продолжение следует...